Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня часто спрашивают, где я снимаю свои ролики. Так вот, это торговый центр Ривьера, находится недалеко от метро Автозаводская. Он не очень большой, и там и раньше было достаточно мало людей. А сейчас, когда закрыли практически целую улицу Зара и Массима Дутти и Юникло, там вообще стало очень пусто. Поэтому по-прежнему патриотично будем рассматривать российские марки. И пробегусь быстренько по витринам некоторых магазинов. Например, вот это Lime. Я взяли туда за еду, когда приеду из Алтая. Но первое впечатление, которое производит эта витрина, это яркость. В отличие от магазина Love Republic. Вот так вот посмотришь, ничего яркого. Все в каких-то таких беже-черно-серых тонах. Также и в магазине Zarina. Тоже я пока не вижу ничего такого яркого. И даже их лук-бук. Он в таком черно-сером цвете. Хотя люди по-прежнему хотят, я вижу, одеваться ярко. Несмотря на то, что предлагают на магазины. Ладно, пойдем в наш российский бренд. Он называется M. Кам. Никогда там не была. Давайте посмотрим. Кстати, на витрине заметила неплохие сумки. В самом магазине я почему-то их не видела. Новая осенняя коллекция изобилует осенними же цветами. Цветами осени. Это глубокий изумрудный, оранжевый. Если вы не яркая, не контрастная, то на противоположной стороне есть вот такое приятное сочетание бежевого и голубого. Более такая приглушенная палитра. Есть, конечно, летящие тонкие платья. Но они тоже уже не выглядят как летние, а скорее как осенние. Без ярко-розового трикотажного костюма сейчас не обходится ни один магазин, ни одна коллекция. И здесь неплохого качества. Деним. Про цену поговорю позже. Как я уже сказала, у них красивые сейчас осенние цвета. Вот я вам показываю. Это темно-синий, это темно-оранжевый. И мне нравится, как они развешены. И мне нравится, как они развешены не костюмами, а вот оранжевый жакет с голубыми брюками и наоборот. И первое, что я решила примерить, это голубая хлопковая рубашка и черные джинсы широкие. Ну, во-первых, они менее коротковаты, как мне кажется. Такая ширина должна ложиться на обувь. Чтобы выглядеть актуально. Хотя, может быть, для осенних джинсов такая длина более носибельна. Не так будет все пачкаться. Я показываю вам длину рубашки. Мне нравится, что сейчас, наконец-то, рубашки стали вот такой вот длины. Их можно носить и на выпуск, и заправляя. А не так, как раньше, когда они уже приближались к коленям. И заправить их было крайне сложно. Рукав мне впритык. У меня рост метр семьдесят два. В общем, не могу сказать, что прям ростовка там в этом магазине на высокий рост. Ну и, наконец-то, цена джинсов. Девять с половиной тысяч. Ля-ля-ля. Следующий черный костюм приталенный. Цена с жакетом 15,590. И там 60% вискозы. Вот такой вот рукав с разрезами. То есть он не по мужскому типу. Ну, понятно, потому что он приталенный. И к ним я померила брюки. Не от этого костюма. Но просто решила посмотреть, как это будет выглядеть. Мне нравится, что здесь чуть-чуть выглядывает рубашка. Делает это все как-то более интересным и немного многослойным. Ну, с этими брюками, честно говоря, понравилось не очень. И они как раз длинные. Это я надела обувь и в этом магазине. В общем, брюки здесь можно выбрать на высокий рост. Брюки с такой более тяжелой ткани, чем жакет. Вообще здесь большой выбор жакетов. И вот это жакет из такой же ткани, но совершенно в другом стиле. Какой вам больше нравится, пишите. И я надела брюки. Можно сказать, родные от этого костюма. Вот такой фасон предполагается к такому жакету приталином. Здесь нет пояса. Небольшой защитчик. Ну, в общем, такая классическая классика. Если этот жакет расстегнуть, то получается прям баска. Мне сейчас, скорее, нравится это не очень. Прям такие бедра появляются. Я все-таки люблю прямые жакеты. Хотя, может быть, конечно, вот этот жакет, он более женственный. Я попробовала заправить рубашку, сделать длиннее ноги. Все-таки в застегнутом виде он смотрится лучше. Хотя, все равно подтягивает, мне кажется, немножко. Не знаю почему. Мой размер вроде бы 46, но такое ощущение, что он мне маловато. Зеркала в этом магазине не очень предусмотрены для съемок. Покажу поближе рубашку. Такие еще защипы на рукавах. Ну, неплохая. Не очень плотная, никак мужская. Стоит при этом она 9,290. Здесь 97% хлопка. Я надела бежевую водолазку. Таких водолазок очень много. Разных расцветок в этом магазине. И с ними очень удобно примерять костюмы. Стоят эти брюки 11,190. В 46 размере тоже я их примеряла. В общем, все неплохо в этих брюках, кроме цены. Померила я голубой жакет, который там в самом начале висел. Мне понравилось сочетание бежевого, голубого и черного. Ну, что я могу сказать. Ну, как-то он мне длинноват показался. Вот я все мечусь. Не могу найти зеркало, чтобы не разрезало меня пополам. Мне показался он длинноват. Хотя у меня рост метр 72. То ли низкая застежка. Как-то вытягивает туловище. Попробовала я померить его с джинсами и с низким ходом с кроссовками. Ну, не знаю. Пишите, что вы думаете. Я бы не купила. Мне, как сидят на мне мои жакеты с Алиэкспресс, нравится больше. Хотя они мне и коротковаты. А за цену 17.390. При этом состав 60% вискозы. Ну, честно скажу, вряд ли бы я его себе взяла. Я вообще никогда не бьюсь за длину ног. Но здесь прям откровенно какое-то нарушение пропорции. Которое мне не очень нравится. Давайте посмотрим короткий приталенный жакет. Здесь уже другая ткань, более плотная. Я его померила с предыдущими брюками. С тонкими вискозными. И попробовала с родными брюками. Ну, с родными брюками, которые относятся к этому как раз костюму. Мне кажется, они смотрятся лучше. То есть короткое и приталенное лучше смотрится с широким и длинным. Брюки здесь просто на резинке сидят. Ну, тоже, знаете, такое себе решение, на мой взгляд. Стоят они 11.90. Мерила их в 48-м размере, не было моего. А жакет как раз в 44-м тоже моего размера не было. Стоит он почти 16 тысяч. Здесь 55% вискозы в составе. Но ткань очень плотная. И такое ощущение, что есть в составе шерсть. Ну, это только ощущение. Вы часто меня спрашиваете, почему я такая сосредоточенная на съемках, не улыбаюсь. Да я просто вижу себя плохо. Вот только в конце съемки увидела, что у меня лацкан не лежит. Последний костюм, который я примерила. Такого красивого бирюзового цвета. Плотная очень ткань. Можно сказать, практически зимняя. Хотя это тоже всего лишь вискоза. Стоит он 17.690. В 46-м размере я его померила. Несмотря на то, что это вискоза, как я уже сказала ранее, есть ощущение, что есть как будто бы шерсть в составе. Рукав мне коротковат. Точно так же, как и на моих жакетах с Алиэкспресс. Но там хотя бы цена другая. Но вот этот костюм мне как раз понравился и по цвету, и по соотношению объемов. Здесь брюки не очень широкие. И жакет не очень длинный. В общем, как-то гармоничнее всех. Мне кажется, он смотрится. Пишите, что вы думаете. Вот так выглядят брюки, если расстегнуть жакет. Я, честно говоря, не люблю вот такие вот родные пояса. Стоят эти брюки 11,790 в 46-м размере. Я мерила. А это ценник водолазки. 4 тысячи она стоит. Вот такие есть еще водолазки. Много всякого яркого, оранжевого, желтого. Пиджак 14 тысяч стоит. Вообще, конечно, как я уже сказала, яркого было много. Но мои ручонки, как всегда, поделились к черному. Вот такие вот есть креповые структуры. Это, конечно, не зима совсем. Ближе к теплой осени. И вот такой вот креповый пиджачок стоит 18 тысяч. Здесь 50, по-моему, процентов вискозы. Много было вот таких длинных юбок. Так что, кто в поиске, можете зайти посмотреть. В общем, пишите, что вы думаете об этом магазине. Покупаете ли вы здесь вещи. Как хорошо они носятся. Все, пожалуйста, пишите. До новых радостных встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok